Звезды на земле Бриллиантов, таинственное ожерелье Железной леди Кому позволено носить алмазы Человек это углерода, водорода Азота, кислорода Образная конструкция Целительная сила камней Разгадка лечебных свойств лазера Сердоликотерапия Или как спасали раненых солдат Минералами лечили Бог знает еще с каких времен Загадки энергетики камней И их целебные свойства В программе Магия камня Драгоценности отвлекают людей От их морщин Соня Хений Великая Отечественная война Принесла невиданное горе и страдания В каждый дом, каждую семью Победа далась нам дорогой ценой Миллионы погибших за родину Госпитали были переполнены Ранеными солдатами Не хватало перевязочных средств Антисептиков Раны подолгу не заживали Тогда в 1942 году В сибирских госпиталях Стали применять необычное средство Сердоликотерапию На 5 минут к ране прикладывался камень И чудо свершалось Оказывается, сердолик может исцелять Сердоликовые перевязки С успехом заменяли антибиотики Которых тогда в СССР еще не было Улучшали состав крови Снимали опухоли и отеки Укрепляли общее состояние организма Сердоликотерапия была И действительно там в каких пропорциях Не знаю, не доктор Но тем не менее Сердоликовый порошок использовался В том числе Благо сердолика достаточно И раны Сразу воспаление гной Раны успокаивались И быстрее заживали Безо всяких других Медицинских препаратов И поэтому сердоликотерапию допустили А после войны Когда такая острая нужда отпала Ну сразу же лженаука Все такое А на самом деле Ведь минералами лечили Бог знает еще с каких времен И правильно делали Опять-таки попробуйте Головная боль Поставьте вы себе там просто Положите кристалл кварца Куда-нибудь на третий глаз Ну только лечь придется Потому что не приклеишь его пластырем И ходить так не будешь И почувствуете, что как-то вот Успокаивается разум Становится легче Боль отступает Лечебные свойства Минералов и различных камней Были известны еще с глубокой древности Камни использовались В виде пластин, шаров Различных дисков И массажных палочек Для лечения Камень прогревают Или активируют Подержав его на солнце Или опустив В теплое ароматическое масло Масла тоже подбираются Под человека Потому что каждый запах На нас действует По-разному Но как правило Человек приходит В общем-то уставший Поэтому ему Если мы видим Что в общем-то Совсем энергетика слабая Мы в первую очередь Ему даем Релакс В древности цари Собирали драгоценные камни В своих сокровищницах Так как считали Что их магическая сила Убережет династию От падения и гибели В Индии Самоцветом поклонялись А в древнем Египте Греции и Риме Многие минералы Посвящали богам Камни считали звездами Упавшими с небес Им приписывали Человеческие свойства Любить Ненавидеть Болеть И умирать У каждого из кристаллов Свои вибрации Своя энергетика И естественно Они вибрируют В такт Нашим органам Если там есть Все стихии Значит мы можем Лечить определенный орган Каким-то из кристаллов Откуда же берутся Эти чудодейственные Свойства камней Дело все в том Что каждый кристалл Состоит из определенных Элементов Сложенных В кристаллическую решетку То есть каждый кристалл Является своеобразным Излучателем Настроенным На свою частоту Сегодня ученые Уже не сомневаются Что и человеческий Организм настроен На особую длину волн Причем каждый орган Излучает на своей частоте Согласно Энергоинформационной теории Любое внешнее воздействие Или болезнь Отрицательно влияющие На наше тело И сознание Могут быть устранены Полями кристаллов Мы раскладываем Сердолик Он очень хороший Очень теплый камень На печень мы кладем Нефрит Почистить кровь И на селезеночку Гематит Который восстанавливает Формулу и структуру крови Он делает человека Более сильным Голубой агат Для легких Розовый кварц Для сердца И малахит Который соединяет Сердце С пупочной чакрой Сегодня мы уже привыкли Что многие операции В медицине А также в косметологии Проводятся с помощью Лазеров По клиникоэкспериментальным данным Которые были приведены Учеными в последние десятилетия Оказалось, что Лазеротерапия Обладает уникальными возможностями Она расширяет микрососуды Стимулирует окислительно-восстановительные процессы Активизирует ферменты При сравнении традиционного лечения И лазерного Оказывается, что лазерное лечение Более эффективно И на 30% дешевле А что такое лазер? Это рубиновый или сапфировый стержень Через который проходит излучение Рубин Сапфир Александрит Активно используются Опутав их проводами Эти кристаллы Мы имеем современные лазеры Которые генерируют Строго определенное Когерентное Монохроматическое излучение И максимально активно На сегодняшний день Это излучение Используется в косметологии И в медицине То есть практически можно сказать Что на смену Химиотерапии То есть таблеткам И прочим Разным пилюлям Активно все более и более Входит лазеротерапия То есть это терапия Когерентным Монохроматическим светом Каждый натуральный камень Неповторим Он несет в себе Могучую энергию Которая Взаимодействуя с человеком Способна оказывать Положительное влияние Приносить гармонию В его жизнь Равномерно распределяя Энергию в разные области Благодаря своим свойствам Энергетика камней Способна избавить нас От напряжения Снять стресс И уберечь От негативных воздействий Гагат Божественный минерал Потому что из него Вырезали украшения И их можно было носить Даже в трауре Почему? Потому что он уменьшает Боль от потери От разлуки Лечит от неразделенной любви Поэтому у кого неразделенная любовь Просто надо ходить в гагате В сплошном Еще гагат Дает помощь рода И позволяет уйти От негативной кармы Натуральные камни Это своеобразные Аккумуляторы энергии Которые не только Способны сохранять Но и накапливать Свой потенциал Отдавая его В нужный момент Своему владельцу Если веришь То тебе поможет И витамин С Если не веришь То не поможет Ну и так же говорят Про камни Если веришь Но здесь можно пойти Еще дальше И совсем дойти до крайности Сказать что Если в Бога веришь По вере твоей тебе будет Если не веришь Ну балда ты скажем так Потому что Бог есть Независимо от того Веришь ты или нет То же самое А минералы Они Ну Как хотите к этому относитесь Они живые Только живые Немножко по другому Они мыслящие Они могут помогать Они могут с нами Прекрасно работать Известно что первая женщина Премьер министр Англии Маргарет Тэтчер Или железная леди Как у нас любят ее называть Из всех украшений Предпочитала Жемчужное ожерелье И серьги Жемчуг Недаром Принято дарить На свадьбу И супруг В идеале Должен надеть Любимой своей Новобрачной На шею Это ожерелье И застегнуть его В знак нерушимости Семейных уз Она не снимала их Вплоть до самой смерти Когда ей говорили Что надо сменить Украшения Она всегда отвечала Что это подарок мужа И она с ним Не расстанется Жемчуг Еще и понижает давление И улучшает память И поэтому В преклонные Это годы Самое то Носить жемчуг Опять таки Не обязательно Огромные Тоненькие Речные Ниточку на шею И никакой Альцгеймер Не грозит Говорят Что в последние годы Она перестала Следить за жемчугом И он Потускнел Если у человека Стресс Или депрессия То ему жемчуг Носить нельзя В принципе В этот момент Ему надо сначала Прийти в чувство Потом уже С жемчугом Общаться Бриллианты Лучшие друзья Девушек Пела знаменитая Мэрилин Монро Но оказывается Не всегда Напомним Что Баранаса Тэтчер Происходила из самых низов Дочь лавочника И даже полученный позднее Титул баронессы Не добавил в ее кровь Аристократической голубизны В отличие от королевы Елизаветы второй У которой голубая кровь Насчитывает Десятки поколений Не случайно Маргарет Тэтчер Почти никогда Не носила бриллиантов А вот королева Англии Елизавета С гордостью Носит бриллиантовый гарнитур Ее корона Состоит из 2800 алмазов Самый крупный Из которых Знаменитый Кахенур Или гора света Существует предание Что корону с алмазами Могут носить Только лица Царской крови Им она помогает А простолюдин Надевший корону Заболеет Или даже Умрет Это так же Как бриллианты Замечательные По сути Можно носить Безболезненно Только тем Кто происходит Из царского рода То есть крови Княжеские Царские Или первожреческие Первосвященники Потому что Действительно Алмазы Они Как царь зверей Как царь камней Он готов работать Только с Очень-очень Голубой кровью Если Кровь не такая Голубая Но по наследству Некое украшение С этими бриллиантами Передавалось То он тоже С удовольствием Будет работать Потому что Это для него Вот как бы Череда поколений Ему заменяет Чистоту крови Но при одном условии Если допустим Там прабабушка Нежно любила Правнучку И дочку И с радостью Оставила свои украшения Все будет хорошо Если наоборот Там ждали Когда же старушка То помрет Чтобы бриллики достались Эти минералы Они действительно Ну не даром Столько историй Про бриллианты Что они действительно Притягивают несчастье И так и может быть Ну и если человек Просто купил То лет 15 Этот бриллиант Будет присматриваться К своему хозяину Или хозяйке И думать Стоит ли вот общаться С этим товарищем Или не стоит То есть он такой Очень серьезный Не скажу капризный Просто серьезный Смотрите далее Смертельный блеск бриллиантов Смотрите Видите Глаз Упал Сила нефритового ложа Инь и янь Кристалла Это как бы Активизировало Их сексуальную активность В первой части программы Камни спасателей Или сердоликовое чудо Раны успокаивались И быстрее заживали Домашние лазеры Или рубиновый луч Опутав их проводами Эти кристаллы Мы имеем современные лазеры Алмазы или бриллианты Всегда почитались царями Среди драгоценных камней За каждым из них Тянется бурная Порой трагическая история Многие алмазы Таят в себе Мистическую тайну Неразгаданную загадку Из-за этих камней Гибли люди Разрушались государства Совершались предательства Трагические судьбы Наполеона И Марии Антуанетты И многих других Могли бы сложиться По-иному Если бы не смертельный Блеск бриллиантов Вот и переходили Эти известные Во всем мире Камни из рук в руки Оставляя кровавый след В жизни их владельцев Но что такое алмаз? Это чистый углерод По составу он соответствует Углероду в организме человека Может этим и объясняются Магические свойства алмаза? Более того Если говорить конкретно Об алмазе То алмаз Это определенная Определенная Форма углерода Имеющая определенную Кристаллическую решетку А человек Это есть ничто иное Как ходячий углерод Потому что в принципе Все Как бы Компоненты Человеческого организма Так или иначе В своих молекулах Имеют углерод Человек это углерода Водорода Азота Кислорода Образная конструкция Изучением целебных свойств Натуральных камней И минералов Занимались греки И арабы Еще в первом Тысячелетии нашей эры Указания на это Можно найти В трудах Крупных ученых и врачей Альберуни Парацельса И других Знания этих великих людей Способствовали Полному раскрытию Свойств Природных камней Сегодня наука Вновь пытается Освоить достижения Тех далеких времен Чтобы в полной мере Использовать Энергетику Драгоценных И полудрагоценных Камней Особенно в этом Преуспели Китайские ученые Тысячелетний опыт Применения минералов Позволяет им Лечить с помощью камней Многие заболевания Вот если мы обратимся Опять-таки Вот к древним текстам Вот даже к Китаю Да, где у нас осталось Очень много Вот таких вот записей О камнях То там написано Что китайские императоры Ели из жадеитовой посуды Спали на нефритовых подушках Да, за счет этого Они имели много жен То есть это как бы Активизировало Их сексуальную активность Да, они были более мудрые Более спокойные А что сексуальные энергии Это творчество Это полет Да, это не обязательно Там, ну, просто секс Да, это Нечто более высокое Более духовное Это творческое начало Значит, мы с вами можем Использовать нефрит Либо жадеит В качестве лечения почек Мочи половой системы За счет этого Уходят страхи За счет нефрита Да, потому что Его вот вибрации Его потоки Очень похожи На вибрации наших почек Человек, который Вносит нефритовый пояс Никогда не заболеет Какими-то заболеваниями почек Да, у него не будет песка У него не будет камней Потому что песок и камни Они образуются От каких-то наших страхов Древние люди считали Что камням присущи Все человеческие качества Их даже разделяли по полу Многие народы определяли Что большие блестящие камни Теплых оттенков Это мужчины А камни холодных оттенков Женщины Так в древнем Китае Каждый кристалл нес в себе Либо мужское начало янь Либо женское имь В зависимости от сочетания Имь и янь Лечились и определенные болезни Жадеид Один из древних Любимых камней Вот Этот камень дает Очень глубокое расслабление За счет того Что он очень хорошо Держит температуру Достаточно прочный камень Очень хорошо работает По мочеполовой системе По лимфой системе Снимает отечность Восстанавливает Это как раз гормональную систему В общем-то Это больше, конечно, женский камень Это больше камень Инь Вот все-таки нефрит Он хоть водный камень Но он больше ян Камни дают защищенность Нефрит и яшма Самые популярные медицинские камни В традиционной китайской лечебной практике Камни нагревали до определенной температуры И прикладывали к больному месту Хорошо известно Что высокая температура камня Расширяет сосуды А низкая сужает Поэтому температуру камней Мастер определял С особой точностью Интересно, что температура камней Она одинаковая Но человек очень по-разному Чувствует эту температуру Бывает так, что Левая и правая нога Ну, наименее какая-то из них чувствительна Или же человек начинает кричать Осторожней Левую ногу вы мне сейчас сожжете Или совсем не чувствую камней Вот Ну, для прогрева камнями, конечно же Есть противопоказания Мы об этом перед сеансом Естественно, с человеком разговариваем Да Но это онкология в первую очередь Да Либо какие-то очень сильные воспалительные процессы Которые в стадии вот Да Какого-то обострения Когда мы Ну, не можем прогревать человека А так все остальное Если заболевание Ну, сейчас не на пике на своем Да, мы можем работать Можем лечить Любая женщина мечтает надолго Сохранить свою молодость и красоту Сегодня для этого используют Сотни разных кремов и притираний А порой даже и пластические операции А вот древняя царица Клеопатра Пользовалась совсем другим способом Также умудрялась не стареть И прекрасная Нефертити По преданию Одна из китайских принцесс Дожила до ста лет Оставаясь на вид Юной девушкой А все дело в том Что все они Пользовались Чашами из Оникса Во многих женских погребениях Находят кубки И чаши Из этого минерала Оникс Оникс еще Бог знает сколько лет назад Еще в древнем Китае Прочную репутацию Завоевал себе И с тех пор Так и продолжает жить Свести Пользоваться невероятной популярностью В чем прелесть Оникса Он в первую очередь Дарует здоровье И долголетие И поэтому Если взять Вот такую вот Волшебную чашу Из Оникса Или скромную рюмочку Или кому что И туда налить воды Предположим В 8 вечера А в 8 утра Эту воду выпить И делать так каждый день То уже через месяц Можно будет увидеть Что молодость Прибывает По крайней мере Какие-то морщины Разглаживаются Взгляд становится веселее И жить как-то приятнее В тысячу раз Ну и точно так же И чаши из Оникса И все остальное Пирамиды Ониксовые Когда просто Даже на них смотришь И особенно Когда носишь на себе В виде украшений Молодости Здоровья Красоты Оптимизма Прибывает И если посмотреть На тех людей Которые работают С Ониксом Каждый день Достойно удивления Потому что Эти девушки Такое ощущение Что не стареют Если посмотреть Паспорт И сравнить С внешностью Никогда вы Не дадите столько лет Сколько есть На самом деле Поэтому вот Минерал долголетия О лечебных свойствах Камней Можно говорить До бесконечности В последнее время Написана масса книг Но ученые Продолжают Свои исследования Тысячелетний Практический опыт Накопленный Знахарями Говорит о том Что самое главное При лечении камнями Определить Какой камень Вам подходит Идете вы Смотрите Видите Глаз Упал И хочется Этому глазу Минерал притянуть Тогда надо Взять его в руки Положить Желательно В центр ладони И почувствовать Что он вам дает Тепло Холодно Колит Тяжесть Легкость Приятное ощущение Ужасное И тогда станет понятно Ваш минерал или нет Но холод Должен давать Только флюорит И горный хрусталь Все остальные Дают тепло То есть вот эти два минерала Если дают тепло То это как раз плохо Поэтому когда вы уже Прочувствовали его Вот тогда Можно с ним работать Кристаллы живые Только жизненные процессы В них текут Гораздо медленнее Чем у человека В камнях заложена Гигантская энергия Ведь они образовывались При огромных температурах И давлениях Не случайно Древние люди Искали драгоценные камни В местах падения Метеоритов Считалось Что драгоценные кристаллы Это остатки звезд Упавших на землю Каждый камень Он несет свою энергетику Он растет Он живой В каждом из них Есть своя Кристаллическая решетка Как говорили древние Что камни Это кости земли Или генетическая память земли Потому что они помнят Все, что происходило На нашей земле Любые землетрясения Извержения вулканов Все, что происходило Падение комет Они запоминают У них нарушается Немножко их структура Они живые Они растут Любой кристалл За день вырастает На один миллиметр А некоторые больше Но стоит их забрать Из их любимой среды Где они растут Они перестают расти И если за ними не ухаживать Если их не поддерживать Они разрушаются Они умирают Чистые, безупречные Драгоценные камни Обладают благоприятным воздействием Способным защитить От демонов, змей, яда Болезней, греховных реакций И других опасностей Горуда Пурана Минералами лечили Бог знает еще с каких времен Загадки энергетики камней И их целебные свойства В программе Магия камня Драгоценности Отвлекают людей От их морщин Соня Хений Великая Отечественная война Принесла невиданное горе И страдания В каждый дом Каждую семью Победа Далась нам Дорогой ценой Миллионы погибших За родину Госпитали были Переполнены Ранеными солдатами Не хватало перевязочных средств Антисептиков Раны подолгу Не заживали Тогда в 1942 году В Сибирске Городогревают Или активируют Подержав его на солнце Или опустив В теплое ароматическое масло Масла тоже подбираются Под человека Потому что каждый запах На нас действует По-разному Но как правило Человек приходит В общем-то Уставший Поэтому ему Если мы видим Что в общем-то Совсем Энергетика слабая Мы в первую очередь Ему даем Релакс В древности Цари собирали Драгоценные камни В своих сокровищницах Так как считали Что их магическая сила Убережет династию От падения И гибели В Индии Самоцветом поклонялись А в древнем Египте Греции И Риме Многие минералы Посвящали богам Камни считали Звездами Упавшими с небес Им приписывали Любовь китайских императоров Или 50 наложниц На нефритовом ложе Загадка силы И каменный эликсир бессмертия За счет этого Они имели много жон Звезды на земле Или смертельный блеск бриллиантов Таинственное ожерелье Железной леди Кому позволено носить алмазы Секту углерода Водорода Азота Кислорода Образная конструкция Целительная сила камней Разгадка лечебных свойств лазера Сердоликотерапия Или как спасать В спиталях стали применять Необычное средство Сердоликотерапию На 5 минут К ранее прикладывался камень И Чудо свершалось Оказывается Сердолик может исцелять Сердоликовые перевязки С успехом заменяли Антибиотики Которых тогда В СССР еще не было Улучшали состав крови Снимали опухоли И отеки Укрепляли Общее состояние Организма Сердоликотерапия была И действительно Там в каких пропорциях Не знаю Не доктор Но тем не менее Сердоликовый порошок Использовал В том числе Благо сердолика Достаточно И раны Сразу вот Воспаление Гной Раны Успокаивались И быстрее Заживали Безо всяких Других Медицинских препаратов И поэтому Сердоликотерапию Допустили А после войны Когда такая Острая нужда Отпала Ну сразу же Лженаука Все такое А на самом деле Ведь минералами Лечили Бог знает Еще с каких времен И правильно делали Опять-таки Попробуйте Головная боль Поставьте Вы себе Там просто Положите Кристалл кварца Куда-нибудь На третий глаз Ну только лечь придется Потому что Не приклеишь его Пластырем И ходить так не будешь И почувствуете Что как-то Успокаивается Разум Становится легче Боль отступает Лечебные свойства Минералов И различных камней Были известны Еще с глубокой древности Камни использовались В виде пластин Шаров Различных дисков И массажных палочек Для лечения Камень Продолжение следует